Всем привет! Меня зовут Ирина. И я цветочный доктор. Сегодня по плану обновление посадок для маленьких аллоказий. По ходу дела я объясню, в чем тут прикол. Но для начала давайте посмотрим, как поживают жаклиночки аллоказии, которые недавно я купила. Одну я купила и вот так рассадила. Самая маленькая, которая случайно отвалилась при пересадке, она умерла. Слишком была мала для самостоятельной жизни. Здесь вот проклевывается новый листик. Есть корешочки. Дальше вот этот самый большой экземпляр. Не пойму, почему-то светлые листики, хотя под лампами стоят. Вот тоже корешочек. Тут вот новых листов не видно, но корешки растут. Вот этот развернулся листик новый. Следующая аллоказька. Вот новый лист растит. Корешочки. Все хорошо. И самая маленькая отсушивает самый первый листик свой. Загнутый какой-то. Ну не знаю. Тут непонятное состояние. Корешка не видно ни одного. Так, это я убираю сразу. То есть у меня сейчас жаклиночек 4 штучки. Растем дальше, так сказать. Что у нас следующее? Следующая у нас вот такая посадка. Это клубенек. Серебряный дракон. Аллоказия. Плохо уже видно. Второй стаканчик, потому что здесь дырочки есть. Я обычно не дырявлю стаканы. Они у меня в закрытой системе растут. Есть корешочки. Ну и собственно листик второй стал раскрываться. Я хочу повыше поднять эту посадочку. Вообще грунт заменить можно. Вот, видите, корешочки есть. Тоненькие такие. Их трогать не буду. Просто свой грунт пересажу. Чуть-чуть подниму. Вкусняшку добавлю. Сапропель. Это не минеральное удобрение, как можно подумать. Это садна озер, знаете, такое бывает. Как это? Ил, не ил. Образование такое питательное. Для садовых растений тоже его рекомендуют использовать. Все. Один готов. Вот так выглядит. Это был... Какой? Серебряный дракон. Вот так поставлю, чтобы подписать потом. Следующая аллокаська. Это розовый дракон. В камушках сидит. Хочу в грунт посадить. Потому что не вижу динамики. Ну вот, чуть-чуть вот корешков. Чуть-чуть есть корешков. Но маловато, конечно. Сейчас я ей грунтец добавлю. И в грунт посажу. Тоже на полстаканчика. Потому что корешков совсем мало. Может, чуть-чуть повыше. Чтобы листик не загибался. Не заминался. И присыпаю. Еще маленько присыпать надо. Все, готово. Следующая аллоказия. Тут корешки уже есть. Уже третий лист выходит. Это аллоказия мело. Мело. Тоже в камушках сидит. Вон сколько корней. Оп-оп. Вот так вот. Корешки. Сейчас вот сюда ее и посажу. Опять же на целый стаканчик. Не на половинку. Положу вкусняшку. В этот раз. Так. Много? Много, наверное. Вкусняшку туда запаковали. Думаю, сейчас как в рост пойдет. Наконец-то уже. Уже больше четырех месяцев. У меня все эти клубенечки. Но как-то не очень динамика у них. А вот у взрослых, которых я покупаю. Взрослые аллоказии. У них прекрасная динамика. Новые листы разворачиваются. Вообще просто шокардос. Плачут они, когда их польешь. Такое волшебство. Вот. Очень красивенько. Так. Мне нужно будет записать название. Рядышком поставлю, чтобы не перепутать. Вот красавец. Аллоказия поли. Это при пересадке взрослой поли. Были клубенечки. Вот я посадила. Тут есть даже корни. Аккуратненько. Надо обобрать. Получится ли. Вот светленький это корешочек. Все тут что-то заплели корни. Обплели. Аккуратно. Не торопясь. Хорошие корни. У меня и взрослое поле беспроблемно растет. Очень шикарная. Большая. На подоконнике стоит. Так. Ну ладно. Не буду сильно тормошить. На дно грунтец. Вкусняшка. Еще немножко грунта. И аллоказька пошла. Аллоказька. Так. Надо придержать ее. Чтобы она посерединке. Немножечко держалась. Как бы посерединке хотелось бы. И присыпаю. У меня в грунте в самом циолит находится. Это тоже вкусняшка. Поэтому я думаю будет откуда брать растюшки силы для наращивания ботвы. Ну и корней соответственно. Очень красивенько смотрится. Так. Последняя аллоказька. Это блэк вельвет. Он такой вот. Как вельвет. Точно. Вот этот выглядит. Этот жухленький. Беленький. Тоже динамики не очень. Но есть корни. Вижу корни. Не вижу преград. Отбираю мох. И сажаю в грунт. Так. Вот здесь уже такой себе мох. Черенький. Уже полуразложившийся. Он вот просто легко отрывается. свежий мох. Он не отрывается. Так просто. Он этими как господи. Ну волокнами такими. Разложившийся он легко отходит. Вообще без проблем. Вот такая луковка. Оп. луковица. Луковица. Ну. Сильно нету смысла, я думаю, до бессознательного обдирать это все. То, что отошло, то отошло. Грунтец. Вкусняшка. Еще грунт. Так. И аллоказька. Сейчас как пойдет в рост. Сейчас как начнет листья гнать в разные стороны. Мечтай, мечтай, да? Ну, посмотрим. На мой взгляд, аллоказьи очень неприхотливые. Делаешь им очень рыхлый грунт. Поливаешь проливом. Хорошо, если есть фитиль. У меня пока еще ни одна аллоказьи на фитиле не растет. Так, вот такая прелестница. Но, думаю, что на фитиле она еще быстрее в разгон пойдет и будет листья гнать. Ну, их по площади они больше будут. Смотрите, вот это не аллоказьи, это затесался здесь сингониум империал вайт. Просто на удачу была положена, как бы это сказать, вот тут, не знаю, видите, нет? Зелененький торчок. Вот он. Это мурая из семечки пытается прорасти. О, вот еще одна мурая. Вот она. Но я их оставлю. А империал вайт хочу пересадить, потому что, ну, тесновато все-таки. Это вообще мензурка совсем. Мох оставляю для мураи, а империал вайт у меня пойдет в грунт нормальный. О, это сюда. Так, сейчас мураи положу обратно. Так, аккуратно, аккуратно, так, чтобы росточек. Так, и ой, вывалилась семечка. Вот она. не знаю, вырастет, не вырастет. Такая. Ну, отправлю сюда. Захочет жить, вырастет. Так, это убираю. И вот такой малыш. Вот на таком, ой, пардон, череночке. Вот корень знатный. для посадки подойдет, как обычно, стаканчик или можно даже рюмочка, но рюмочки у меня нету, совсем маленькой, полстаканчика этого. Поэтому я, так, что-то я разошлась. Так, вкусняшку присыплю, присыплю и вот так определяю. Так, решетчик остается и присыпаю землей. Аккуратненько, нежненько. Он такой маленький, такой красивенький. Согласны? Просто чудесный малыш. Я это все полью обычной водичкой после посадки, чтобы грунт был влажный, чтобы, как бы, условия для этих малышей менялись постепенно. Они у меня без тепличек стоят. И все хорошо. Что еще? Еще у меня есть, сейчас покажу, это не конец. Вот, хоя, хоя, лакуноза, эскимо, если я правильно воспроизвожу. и вот эти два растения, бегония и не знаю, как называется, но они дали, тут найденный какой-то, ветка какая-то найденная, она наполовину умерла, и верхняя самая часть вот живет, дала корешочки. я их сейчас посажу и вот эту хочу тоже к растеницу основному подсадить. Вот такой вот кустик. Так, сейчас уберу, чтобы было видно. секунду. За неделю у меня отростки, хои, дали корни в воде. Я прям что-то в шоке, я так не ожидала. и сейчас вот буду подсаживать к мамочке. К мамочке. Так, сейчас корни покажу. Так, идите сюда. Все надо эти отростки посадить из этой бутылочки. И Бегошу надо, и вот этот неопознанный цветок. Так, чтобы ничего не перевернуть. Так, бррр. Вот, какие корни за неделю, за неделю. я просто в шоке, честно. Ой, сейчас буду их распределять. Мне для этого палочка для суши нужна. Вот она. Вот она. Давайте немножко подниму вас. Так, а то тут не очень хорошо, может быть, видно. Ну, начнем с чего-нибудь потихонечку. Так, вот сюда можно посадить. дырдрочку. Делаем дырдрочку, и туда аккуратненько. Все. А, нет, поглубже надо. Поглубже. Не, а что, почему не проходим? О, все, прошло. И аккуратненько грунтом закрепляем. Следующая идет веточка. Ой, что-то они все позапутались листиками, скрепились. Вот такая веточка. Тоже у нее вот крешули рядышком. так. Вот здесь посажу. Ой. Хоя у меня это висит на подвесе. Так. Хорошо. А веточки у нее достаточно тяжелые, я хочу сказать. Хоть и мелкие листики, но, видимо, они такие плотные и как бы это выразиться-то. Ой, какая ветка. В общем, тяжелые листики, поэтому весит она достаточно много. Так. Посерединке для этой маленькой веточки. место. Так. Все, отлично. Отлично вошла. Так, прикопала я ее. И еще у меня... это одна. Две осталось. Две красоточки. Так, замечательно. И аккуратненько, чтобы корешочки не сломались. так. Все. Последнюю надо, последнюю. Ой, упала она. Сейчас, секунду. С этой стороны ее определю сейчас. Вот сюда. Так, дырдрочка. Расшатали. опустили. Опустили. Давай поглубже, мой хороший. Так. И прикопали. Здесь маленько, наверное, подсыплю. Тут прикапывание не получается. Все. Такая вот мощь, мощнецкая получилась. Мощь мощнецкая, кучерявая. повешу ее на опять под потолок. Сейчас вот эти две красотки нужно тоже определить в посадочку. Как называются, не знаю, ни сорт, ни вид. Вот бегония только, да, вот вторая не знаю. Так, вкусняшка, какашка, вкусняшка, какашка. Присыплю и бегошу. Бегоша. По-моему, хорошие корешочки, достаточные, чтобы ее посадить. Вот так вот облокочу ее на боковушечку, чтобы она не вылетела, не дай бог, из посадки. И вот так. Оп-оп-оп-оп. Ну, красота, ну, милота. У нее какой-то, не знаю, порозовел лист, камера не передает, почему-то он такой розового отлива, может быть, из-за того, что он силы берет, ну, соки силы берет из себя, чтобы корешочки растить. Ну, какой-то розоватый. Непонятно. Не думаю, что это сортовая какая-то особенность. Так, сапропелли положила. И вот это чудо сажаю. Смотрите, какие листики у него фактурные, просто, как холмы. Какие-то холмы. Что у меня тут неровно? Почему? Почему стакашка неровно стоит? Что-то как на один бок, не пойму. А, какой-то неровный стакан. Сейчас я его. О, все заработала. вкусняха. Чуть-чуть надо повыше его. О, вот так вот. Расправляю, расправляю и подсыпаю. И подсыпаю. Хорошо, что грунт с листиков легко можно удалить. Не как у фиалок, которые недавно пересаживала. Там проблематично даже кисточкой. Так, проверяем. Ну, тут все хорошо тоже. Кто знает, пишите, пожалуйста, название. Буду благодарна вам, что это за растение такое фактурное. Я рада, что оно спаслось. Просто ветка опять под ногами валялась. Я даже не помню, где это было. Ну, наверное, в каком-то магазине можно продуктами мы ездили и валялось просто. Я так посмотрела, такая красивая и валяется. Ну, решила спасти. Всех, конечно, не спасешь, но хотя бы так. Ну, собственно, вот оно. Счастье зеленое. Я думаю, что все получилось. У кого есть вопросы, обязательно пишите. У кого есть советы, тоже буду благодарна за ваш опыт. Спасибо большое за внимание. Прекрасного вам дня. До скорых встреч.